Привет, ребята! Сегодня мы построим робота, не используя инструмент масштабирования, не используя вообще ни одного инструмента из всех, которые только существуют, билд и бот. Такой вот робот, он может бегать, прыгать, ходить, и может даже подниматься выше, 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 выше. Может даже вот тут наборчики здесь. И плавненько вот так спускается. Время на туториала! Настройки ставим обычные, классические. Сейчас мы берем три блока лестницы. Раз, два, три. На него ставим стульчик. Поднимаемся и садимся на этот стульчик. Сейчас нам нужно поставить тортик. Получить тортики можно, введя промокод. Заходим в меню, настройки, и здесь вводим такой вот промокод. Be a big footprint. Я его оставлю в описании. Там оно есть. Также, если хотите получить больше вещей с промокодами, вы можете перейти по правой подсказке. Справа, в верхнем углу стоит подсказка. Вы можете перейти и посмотреть видео про промокоды. Сейчас ставим два тортика в себя. Удаляем нижний. Смотрите, тортик внутри меня стоит. В моем теле. Теперь нужно прыгнуть. Мы остались на месте из-за тортика. Теперь берем масло. Ставим один бок под себя. Здесь, спускаясь на полблока, ставим еще два. Этот мы убираем. Смотрите, на самом начале нужно вот так, внутри стульчика его поставить. Да, можно просто рядом блок поставить. Рядом с ним еще один. Вот все, я внутри стульчика поставил. Теперь ставим вот здесь масло. Рядом. Так. Смотрите, надо, чтобы наши ноги были привязаны к маслу. Вот, смотри, я сейчас прыгаю и видно, что привязано. Вот эта нога остается в масле, значит она привязана. А вот эта нет. Не привязана. Сначала нужно поставить настройки аватара правильные. Заходим в аватар. И здесь телосложение должно стоять на 50%. Также если нажать на тело и нажать на шкала, вот как беспереводно это все. Бойбу, тут скейл, тут бойбу тайп. Здесь надо, чтобы все стояло на 100%. А теперь надо сделать ресет. Теперь надо сеять на этот стульчик. Кстати, какой я вытянутый стал. Ну, если у вас все привязать, значит у вас такой аватар правильно, вот у меня не привязалось. Сейчас берем любой джетпак, можно самообычный. Можно просто лестнице снова поставить и залезть. Теперь получается, нужно мне заново тортик поставить, чтобы он внутри меня был. Так не получится. Прыгаем. Вот смотри, сейчас у меня ноги в масле стоят. Значит так и надо было сделать. Но только когда вы снова загружаете, надо снова масло поставить. Здесь у нас помогательный поставок. Вот что, у нас ноги привязались к новому маслу. Сейчас я прыгаю, и все ноги остаются в масле, иначе у нас все правильно привязаны. Теперь берем железный блок. Можно использовать любой другой блок, но не рекомендую использовать пластик, потому что он слишком легкий. Все равно вот такие вот ноги. Отдываемся на два блока вверх, а на втором уже нужно поставить блок масла. Так вот получается. Руки у нас тоже сейчас привязаны, я прыгаю. У меня там только тело что-то пытается вверх подняться. Вот все привязанно. Так, ну мы немного выше привяжем. Сейчас опять проверяем. У нас около там нижняя часть тела и ноги чуть-чуть подпрыгивают. Все, вот так вот будет у нас окончательно. Ставим здесь блок железа. Еще один блок железа с другой стороны. Пускаем немного их вниз. Сейчас заходим на стройки. Вот здесь ставим уровень соединения на минимальный. Ставим вот так, как она и тело. Посмотрите, мы получили два с половиной блока. Все, вот так. Теперь от стульчика надо отступать. Раз, два, три блока. Здесь ставим вот так вот образом блок, чтобы его одна половина была на железном блоке, а другая половина в воздухе. Все. Один, два, три, все, три. И теперь подбиваем три раза. Все, готово. Теперь нам нужно взять пружинку. Пружинку мы ставим вот таким вот образом. Конечно же, не забываем сохранять все это в слот. Теперь нам нужно взять поворачиватель. Он называется сервопривод. Наверное, неправильно там перевели. Так. Сейчас. Вот, смотрите. Надо, чтобы вот эта более серая штука была ближе к персонажу, а более темная ближе к блокам железа. Теперь мы удаляем пружинку и ставим ее за новую. Смотри, она там немного заехала в эту. Все правильно, теперь мы удаляем вот эти два бока. Еще один. Все, готово. Снова сохраняемся. Теперь мы берем любой забор. Можно брать железный. Я вот возьму вот такой вот. Сейчас нам нужно один забор поставить, чтобы он был вот так к тортику стоял. Понимаете, вот тортик, а тортик получается привязан к этому забору. Теперь ставим внизу. На компьютер нажимаем клавишу Т, и у нас он поворачивается и смотрит вперед. Теперь мы его ставим по центру. Так, ну в принципе, это все. Теперь сохраняем. Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу способ запуска. Но это потом. Сейчас мы либо берем отвертку, а отключаем у всего анчор, либо включаем воду. Но я, наверное, воду не буду включать. Просто анчор отключу. Да, я это совсем забыли удалить. Теперь мы можем ходить, как робот. Голова куда-то смотрит в бок. Прыгать. Вот, ноги работают. Надо сейчас сделать руки. Они у нас немного неподвиненные получились. Вот, смотрите. Я вам сейчас покажу запуск. Мы сначала прыгаем на вот эту вот любую ногу, левую или правую. Садимся на стул. И нам нужно просто вот это масло по новой поставить. И тортик. Для этого мы удаляем торт. Ставим его заново внутрь. Чтобы он был приятным к забору. Все правильно. Вот так вот текстурка вылазит. Теперь мы убираем эти два масла и ставим их по новой. Но только мы их поставим по-другому, чтобы... Так, пониже немножко. Одно деление. Здесь, пожалуй, тоже железные булки вот так поставим. Но только, смотрите, они вот к этой привязываются. Это очень плохо. А то мы здесь ставим букву. Так. И сейчас как-нибудь... Так, все. Готово. Смотрите. Вот, не докасается. Готово. Тортик мы по новой поставили. Теперь нам надо прыгнуть. Мы прыгаем. И после только этого прыжка мы удаляем вот эти вот нижние масла. И ставим их по новой. Соблюдать все надо в том же порядке, как и я. Это очень важно. Но я так сохраню, чтобы у меня руки там нормально стояли. Удаляем стульчик. Отключаем анчор. Ну, можно воду включать. Вот сейчас ходит, и руки двигаются. Мы когда прыгаем, тоже все. Все работает. Робот у нас получился. Так, кстати, если у вас есть отвертка, вы можете вот эти блоки вот выделить задние. И их прозрачность на 100% поставить. Тогда вообще... Ну, вот такого пружинку все равно видно. И тогда будет вот так. А я еще раз все получилось. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Если видео вам понравилось. Если есть вопрос, напишите в комментариях. С вами был Уфгеймс. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok